Белое море и Северный Ледовитый океан. Карелия, Колыма, Таймы, Раймекон. Запечатлеть самые отдаленные уголки нашей страны удалось съемочной группе фильма «Великий Северный путь». Режиссер лично представил ее уфимцам. Пообщалась с создателем ленты наш корреспондент Галина Заводникова. Повторить подвиг Семена Дежнева и покорить сердце Арктики благодаря режиссеру Леониду Круглову теперь может каждый. Правда, только из зрительного зала. В прокат вышел фильм «Великий Северный путь». Потрясающей красоты кадры знакомят нас с самыми отдаленными уголками нашей огромной страны. Наверное, это одно из самых труднодоступных и безлюдных мест на планете. Этот фильм – реконструкция легендарного маршрута Дежнева, совершившего в 17 веке переход от Архангельска до Чукотки и открывшего пролив между Азией и Америкой. Съемки длились 4 года. Мне точно это интересно и мне нравится такая жизнь, потому что эта жизнь ни на что не похожая. Вообще путешествовать – это дорогого стоит, это просто смысл моей жизни. Ради этих кадров члены съемочной группы прошли 10 тысяч километров. Побывали в 8 труднодоступных арктических регионах России. Встретились с Федором Конюховым и вместе с ним ехали на собачьих упряжках. Дальше – на оленях с оленеводами Ямала. Был и паралет, и катамаран. Трудно даже представить, через что им пришлось пройти, чтобы снять этот фильм. Главный оператор картины – еще и пилот малой авиации. Он сам собрал два квадрокоптера, способных летать в условиях арктического холода, чтобы зритель мог увидеть все это. Здесь проходит линия перемены даты, и каждый новый день начинается тоже здесь. Фильм переносит зрителя на суровую северную землю, в поселение Наукан на восточной окраине России и в восхитительный Амикон – одно из самых холодных мест на планете. Он знакомит с людьми, для которых минус 45 еще тепло, и уклад жизни которых не изменился за столетия. Я, наверное, невольно, вольно или невольно выстроил так свой маршрут, что он прошел через очень многие сакральные места нашего севера. И эти культовые места, эти очень странные пирамиды, камни, глыбы, которые были древними культовыми сооружениями, были какими-то явно такими религиозными объектами, они и до сих пор, оказалось, производят на меня, на современного, казалось бы, человека огромное впечатление. Леонид Круглов – режиссер картины, пообщался и со зрителями, и ответил на вопросы студентов географического факультета Башкирского педагогического университета. Самое неожиданное, наверное, что я узнал, это то, что у них был парусник, у которого только парус составлял, ну, был как размером с 13-этажный дом. – Впечатлило? – Да, очень. Я всегда хотел быть мореплавателем, и я просто был удивлен, что туда надо забираться по какой-то лестнице, и это совершенно без страховки, небезопасно. Режиссер рассказал студентам не только об этой своей картине, но и о других путешествиях, без которых он уже не мыслит своей жизни. Увидеть великий северный путь, а с ним и чудеса русской Арктики уфимцы могут в кинотеатре «Родина», а Леонида Круглова вновь ждет дорога. Галина Заводникова, Салават Валеев, Рамзель Мигранов, Россия, Культура, Башкортостан.